Создатель эфириума Виталик Бутерин заявил, что любит Доги Коин, инвестирует в эту криптовалюту. При этом он отметил, что Доги Коин может очень сильно помочь эфириуму решить свою вечную проблему масштабируемости. Об этом Виталик Бутерин заявил в свежем подкасте Лекса Фридмана. Если бы Доги Коин каким-то образом можно было бы соединить с эфириумом, люди смогли бы иметь тысячи транзакций в секунду. Это было бы просто отлично, сказал Виталик Бутерин. Также он анонсировал безопасный мост между Доги Коином и эфиром, который сейчас находится в зачаточном состоянии. Команда разработчиков Dogi Labs уже вовсю исследует мост Доги Коин эфириум, в том числе и для интеграции в DeFi сектор. Этот мост позволит эфириуму решить проблему масштабируемости, также и сам Доги Коин выиграет от этой интеграции, став из инфляционного дефляционным активом. Так как разработчики смогут создавать приложения в сети эфириума, которые будут сжигать доступные предложения Доги Коинов, отправляя часть из них на отдельный недоступный никому кошелек. В общем, интеграция Доги Коина с эфиром может сделать его дефляционным активом. Кроме этого, сотрудничество с эфиром позволит Доги Коину участвовать и в стейкинге. Эта история не свежа, она началась еще в 2018 году, когда предполагалось, что Доги Коин сумеет помочь эфириуму решить его самую большую проблему в истории, над которой он бьется уже годами. Это масштабируемость блокчейна. Видимо, Доги Коин оказался не просто шуткой. Сегодня же, спустя три года после этого, мы получаем известие от Роса Николя с весьма хорошими новостями, которые подтверждают, что интеграция Доги Коина эфира не стоит на месте и официально разрабатывается и дальше. Если что, Рос Николь является одним из официальных разработчиков Доги Коина. Он пишет, 28 июля, то есть уже сегодня в 10 утра по великобританскому времени, Виталик Бутерин и Оскар Гинсберг, разработчик моста между Доги Коином и эфириумом, встретятся в эфире программы Soma Green. Там также буду присутствовать и я. Мы будем говорить про Доги Коин и эфириум и их совместное будущее. Я буду обязательно следить за этим стримом, который начнется буквально через 2,5 часа. Мне очень интересно послушать этих ребят, хотя я не являюсь фанатом Доги Коина, зато мне нравится эфир. А Доги Коин может помочь эфиру решить его вечную проблему, а значит и мне, как холдеру второй криптовалюты, от этого будет только большой плюс. На стриме будет присутствовать Рос Николь, Виталик Бутерин и Оскар Гинсберг. Ведущий будет Soma Green. Рос Николь днем занимается разработчиком ПО, а ночью разрабатывает Доги Коин. Оскар Гинсберг, разработчик ПО и предприниматель, сейчас трудится над интеграцией Доги Коина в сеть эфира. Soma Green, создательница одноименного шоу, которое будет принимать гостей. И сам Виталик Бутерин, сооснователь эфириума, чье состояние на мае 2021 было почти 21 миллиард долларов. Сейчас, понятное дело, чутка меньше после коррекции на рынке. Виталик не просто поддерживает интеграцию Доги Коина и эфириума, но и сам по себе любит Доги Коин. Я люблю Доги Коин, сказал Бутерин. Я люблю его каждый день. Виталик Бутерин начал инвестировать в Доги Коин с 2016 года. Я считаю, это достаточно большие новости для Доги Коина, что Виталик Бутерин не просто инвестирует в эту криптовалюту, но собирается интегрировать ее в эфириум. И вот его свежая цитата про интеграцию Доги Коина с эфиром. Если Доги Коин хочет как-то соединиться с эфиром, то люди смогут торговать им тысячи раз в секунду внутри нашей сети. Это было бы потрясающе. Так что интеграция Доги Коина с эфиром выгодна для обеих сторон. Эфириум решает свою извечную проблему, а Доги Коин получает стейкинг, дефай и увеличивает свои торговые объемы и скорость, при этом получая еще большее количество пользователей и транзакций. Я не знаю, почему вся эта тема с объединением этих двух криптовалют прошла мимо меня и всего криптосообщества, но сегодня я рассказал о ней тебе. Увидимся в новых видео. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok